МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. В регионе готовятся к закрытию навигации. Официально движение по водоемам для маломерных судов на большей части территории Ненецкого округа запретят с 18 октября. Исключение составляют западные районы. Окружные сельхозпроизводители могут воспользоваться новыми региональными мерами поддержки. Отныне им будут субсидировать частичное возмещение затрат по доставке масла и сыра в Нарьинмар и поселок искателей из сельских поселений региона. Волонтер – это призвание. В столице региона прошел слет добровольческих клубов и региональных движений. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В эту пятницу, 18 октября, официально закроется навигация для маломерных судов на большей части территории Ненецкого округа. Исключение составляют западные районы. Соответствующие сроки закреплены распоряжением губернатора Ненецкого округа. В соответствии с документом, с 18 октября закрывается выход маломерных судов на водоемы территории Нарьинмара, поселка Искателей, Андикского, Великовисочного, Карского, Колгуевского, Коткинского, Малоземельского, Приморско-Куйского, Пустозерского, Тельвисочного, Тиманского, Хариверского, Хасида-Харского и Юшарского сельсоветов, а также поселка Амдерма. С 25 октября навигацию закроют на судоходных водоемах, расположенных в Канинском, Омском, Пешском и Шоинском сельсоветах. Сотрудники региональной инспекции по маломерным судам предупреждают об опасности в период ледостава. Как правило, он совпадает с осенними каникулами, и дети начинают выходить на тонкий лед, не оценивая свой риск. Соответствующую профилактическую работу со школьниками необходимо провести в образовательных организациях и дома. По прогнозам Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, образование льда на реке Печора, включая порт Нарьинмара, ожидается с 25 по 30 октября. Развитие транспортно-логистической отрасли, обеспечение достойного уровня жизни населения в регионе. Об этом и многом другом. Накануне шла речь на выездном заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики. Мероприятие было посвящено стратегии развития арктической зоны и обеспечению национальной безопасности до 2035 года. В ходе дискуссии представители власти, общественности и бизнеса выдвинули целый ряд предложений для внесения в стратегию. Транспортная доступность – одна из стратегических задач для развития арктической зоны. Реализация таких проектов, как строительство порта Индига, завершение строительства автодороги Усинск-Сыптывкар, а также модернизация аэропортов Амдормы и Нарьинмара положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона. Есть федеральная комплексная программа, целевая по реконструкции аэропортовых комплексов. Что аэропортового комплекса Нарьинмара, который благодаря грунтам нашим северным имеет весьма узкий сектор возможности по приему воздушных судов. И мы знаем, что в эту федеральную комплексную программу заложено на его реконструкцию 4 миллиарда рублей. Но остаются нерешенными вопросы, во-первых, определения собственника, конечного этого объекта, потому что он наполовину принадлежит ГУПАГА, наполовину Министерства обороны. Для нас это решение вопроса, который сейчас набирает новые обороты. Я уверен, что следующие аэропорты, возможно, тему разобьют дополнительно, но мы рассчитываем, что когда появится единственный собственник, он сможет в полной мере инвестировать в реконструкцию этого объекта, что позволит нам, соответственно, расширять диапазон принимаемых судов. В то же время аэропорт Амдормы, по словам Ивана Глазунова, может стать ключевой точкой обслуживания судов на Северном морском пути. Он также отметил, что жизненно важной транспортной артерией для округа является река Печора, которая относится к федеральным водным объектам. Увеличение грузооборота может существенно повлиять на развитие малого и среднего бизнеса и социально-экономического развития региона, что, в свою очередь, отразится на уровне жизни северян. Как отметили в своих выступлениях участники обсуждения, именно люди, живущие в арктических зонах, являются главным северным капиталом. Все озвученные предложения будут выложены для обсуждения на сайте «Арктика-2035», где в данный момент функционируют интерактивная цифровая платформа, с помощью которой любой житель России может отправить свои предложения для включения в стратегию развития Арктики. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Огрыжные сельхозпроизводители могут воспользоваться новыми региональными мерами поддержки. Речь идет о субсидии на частичное возмещение затрат по доставке масла и сыра в Нарьинмар и поселок искателей из сельских поселений региона. Соответствующий порядок по предоставлению дополнительных мер господдержки для производителей продукции в сфере молочного животноводства, разработанный профильным ведомством по поручению главы региона Александра Цибульского, уже вступил в силу. Возмещение затрат на доставку сыра и масла в Нарьинмар и поселок искателей предусматривается в размере 60%. На эти цели из окружного бюджета выделено более 630 тысяч рублей. Ежемесячная субсидия позволит аграриям не только снизить финансовую нагрузку на доставку товара, но и заметно увеличить объемы производства и реализации продукции. Главное условие предоставления субсидии – это осуществление деятельности на территории сельских поселений. Действие новой меры господдержки будет распространяться с 1 июля 2019 года. Для получения окружной поддержки заявитель должен подать документы в окружной профильный департамент не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным. То есть, для получения субсидии на период июль-сентябрь 2019 года заявка должна быть подана до 30 октября. Добавлю, что в настоящее время в округе производства молочной продукции занимаются 6 хозяйств – СПК «РК Сула», СПК «Харп» и Ненецкая агропромышленная компания, а также животноводческие комплексы из Великовисочного, Пеши и Омы. И в продолжении темы о текущем состоянии молочного животноводства в Ненецком округе сегодня шла речь в администрации региона. Здесь прошло заседание межведомственной рабочей группы с участием депутатов окружного собрания, представителей Департамента природных ресурсов и агропромышленного комплекса, глав Великовисочного, Пешского и Омского сельсоветов, а также руководителей животноводческих комплексов, осуществляющих свою деятельность на территории данных муниципальных образований. В текущем году для производителей продукции молочного животноводства в регионе приняты максимальные меры поддержки. Их перечень на заседание межведомственной рабочей группы представила начальник управления АПК торговли и продовольствия Татьяна Мясникова. В настоящее время государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям. На один килограмм реализованного или отгруженного молока на собственную переработку. Данная ставка, напомню, у нас определяется дифференцирована в зависимости от достижения показателей на начало года. С мая по август ставка субсидий была увеличена до 85 рублей за килограмм молока для всех производителей. В настоящее время принято решение о сохранении данной ставки до конца текущего года. Еще один вид государственной поддержки – частичное возмещение затрат на производство мяса крупного рогатого скота, направленного на последующую промышленную переработку продукции. Ставка субсидий составляет 150 рублей на 1 килограмм мяса. Кроме того, сельхозтоваропроизводителям по льготному тарифу предоставляется электроэнергия. Также предоставляется субсидии органов местного самоуправления на ремонт имущества, находящегося в собственности поселения. Это ремонт ферм. Кроме этого, возмещаются затраты на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции и животноводства. С октября 2019 года предусмотрено новое направление господдержки на размещение затрат в связи с доставкой сельскохозяйственной продукции из села в город для реализации населения. Это товары с повышенной добавленной стоимостью масла и сыра. Как отметила Татьяна Мясникова, благодаря государственной поддержке, размер которой только за три квартала текущего года составил 226 миллионов рублей, хозяйства смогли своевременно и в полном объеме заготовить корма для животных, осуществить ремонт старой сельскохозяйственной техники или приобрести новую, отремонтировать молочно-товарные фермы. В муниципальных казенных предприятиях уменьшилась кредиторская задолженность. Впрочем, существуют проблемы, которые животноводческие комплексы не в силах решить самостоятельно, в силу разных обстоятельств. В этом году произведены работы по заготовке сена. Сено заготовлено в необходимых количествах. Также был закуплен трактор МТЗ-85 «Беларусь», доставлен уже в ОМУ и передан МКП. И все-таки денег не хватает. В настоящее время не закуплен уголь в количестве 50 тонн. Цена 1 тонны 14 488,15 рублей за тонну. Не закуплено дизельное топливо. Цена дизельного топлива 98 333,33 за тонну. Комбикормов закуплено только 40% от требуемого. И, конечно же, главная проблема – это аварийное состояние нашей фермы. По словам Екатерины Михеевой, на ремонт фермы ВОМИ из окружного бюджета была выделена субсидия в размере 6 миллионов рублей. Но для того, чтобы использовать эти средства по назначению, необходимо, чтобы ферма была в собственности муниципалитета. Но в 2009 году ее арендовали у СПК «Восход». Мы столкнулись с тем, что, оказывается, у СПК «Восход» нет ни одного документа, подтверждающего собственность. А для того, чтобы нам передать собственность в это помещение, они не должны первоначально оформить собственность себе. Текущее положение дел на своих животноводческих комплексах представили главы Великовисочного и Перского сельсоветов. По их словам, благодаря субсидиям из окружного бюджета, муниципальные и казенные предприятия удерживаются на плаву. Но и этой поддержки им явно недостаточно. Необходим комплексный подход к решению сложившихся проблем. Среди озвученных вариантов выхода из сложившейся ситуации создание в населённых пунктах опорных точек на базе действующих МКП и передача полномочий по их управлению в Заполярный район. До конца месяца к рассмотрению этого вопроса все заинтересованные стороны вернутся вновь. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». И теперь к другим темам. В стране стартовал третий по счёту конкурс для молодых управленцев-лидера России. Регистрация участников уже открыта и продлится до 27 октября. В связи со стартом третьего сезона губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский на своём аккаунте в Инстаграм призвал жителей региона заявить о себе на главном государственном конкурсе управленцев. Сегодня самое выгодное вложение – это самоинвестиции. Вкладывая в самого себя, ты по большому счёту создаёшь себе гарантию постоянной востребованности. Такие инвестиции, как мне кажется, вполне доступны каждому через книги, которые мы выбираем, опыт, которые мы обретаем и грамотно используем, через образовательные программы, которые в сегодняшнем цифровом мире можно подобрать и по уровню сложности, и по стоимости. Главный двигатель в этом процессе – наша собственная активность. Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноимённой платформы. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства. В возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровня и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Игровой тренинг в рамках национального проекта образования прошел накануне в Нарьинмаре. Более 40 активистов волонтерских движений собрались в актовом зале школы номер 1. Основная задача тренинга – нацелить на команду образования членов добровольческих клубов и региональных движений. Встреча проходила в рамках проекта «Доброволец НАО» и регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта образования. Организатором мероприятия выступил ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. В актовом зале среди собравшихся уже состоявшиеся добровольцы и те, кто только хочет посвятить свое личное время волонтерскому движению, но еще не определился с направлением. Полина Семяшкина – волонтер Победы вместе с товарищами берет шество над ветеранами и пожилыми людьми. В волонтерской организации я состою где-то с начала мая. Вот тогда у нас был субботник, я на него пошла и вот так стала волонтером Победы. За это время мы участвовали и в акции «Красная гвоздика». Это собирали деньги, ну, как сказать, ветеранам. Еще один участник волонтерского движения – Ирина Гудалева. Девушка – сторонник российского движения школьников. Я вообще сам по себе активный человек, я люблю новые знакомства, мероприятия, и меня это все очень радует и вдохновляет. Собравшиеся, участвовали в командных и подвижных играх, знакомились с деятельностью волонтерских организаций округа. Ведь главная задача – сотрудничество между добровольческими объединениями. Такие мероприятия позволяют детям общаться, в первую очередь знакомиться и узнавать о новых проектах. Помимо того, что информационных ресурсов, интернета и различных там, они узнают еще, соответственно, на таких мероприятиях. То есть, сейчас главное, вот у нас ребята приехали с порог 3, которые представляли наш Ненецкий округ на всероссийском конкурсе, финале конкурса «Старт-эка-отряд». Соответственно, ребята пришли и вживую рассказали. Живое общение и сотрудничество – вот основная составляющая сегодняшней встречи. Ведь на территории Ненецкого округа сейчас действует множество различных объединений различной направленности. Тренинг такое на сплочение, на знакомство их между собой, чтобы они не просто варились в своей команде, да, то есть у РДШа с РДШа, там волонтеры побед с волонтерами победа, а сегодня мы их пригласили сюда всех, чтобы они познакомились друг с другом и понимали, что они не одни там в своей школе. Тренинг вошел в цикл мероприятий в рамках реализации информационно-образовательного проекта Дарьи Русакович «Доброволец НАО». Грант «Росмолодежи» на эти цели она получила в этом году. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». И в завершении выпуска новости культуры. В Ненецкий округ приезжают артисты из Сыктывкара для передачи окружным коллективам символы года театра. Что ожидать от самого масштабного события года в сюжете Натальи Кисляковой? Ненецкий самодеятельный театр «Иллипс», что в переводе означает «жизнь», создан 1 июня 1996 года в целях сохранения обычаев, традиций и языка ненецкого народа. Театралы принимают активное участие в массовых народных гуляниях, праздниках не только в городе и округе, но и на международных и всероссийских фестивалях. Теперь же коллективу «Иллипс» будет передана эстафета и символ театрального марафона. 17 октября мы отправляемся в город Петрозаводск для участия во всероссийском театральном марафоне, посвященном году театра, и везем туда спектакль, который называется у нас «Тундровые были» или «Сказки бабушки сорня». Традиционная ненецкая культура представлена в нем, и также и в этом спектакле представлены и песни, и слова на ненецком языке, и драматургия этого спектакля сложилась из сказок, имеющихся в репертуаре театра на основе ненецкого фольклора, сказок ненецких. Вот и составляет. То есть это набор нескольких таких сказочных новелл. Старт всероссийского театрального марафона был дан в январе во Владивостоке. За год от региона к региону коллективы передавали эстафету и символ. 17 октября к нам в Наринмар приезжает спектакль с коми республики Сыктывкара «Пармалов» в переводе «Душа тайги». В 19.00 будет проходить в концертном зале спектакль, и передает эстафету нашему народному ненецкому самодеятельному театру «Иллипс», который поедет со своей ненецкой постановкой этнической в Карелию, в Петрозаводск. И 20 октября там же пройдет торжественная церемония передачи символа театрального года. 2019 год был именован президентом России Владимиром Путиным как Год театра. Самое масштабное мероприятие – театральный марафон, который прошел уже в 75 регионах. В рамках Года театра у нас нашим губернатором был организован оргкомитет, который возглавил Элина Викторовна Гущина, директор департамента образования, культуры и спорта. В рамках этого оргкомитета у нас создан план большой, и мы уже перевыполнили все мероприятия, которые мы планировали с начала года. И в регионе очень проводится довольно-таки много мероприятий, проводилось, и до сих пор до конца года будут еще проведены, и будет закрытие Года театра. Добавлю, 17 октября в концертном зале Дворца культуры Арктика каждому слушателю будут выданы наушники, через которые будет транслироваться перевод с КОМИ на русский язык. Пригласительные билеты можно приобрести в кассах. Вход бесплатный. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукеевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором выпуска которого является ювелирный бутик «Фианит». Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Север»